Мы находимся недалеко от Евразийского полюса недоступности, самой удаленной от моря части суши. На протяжении столетий эти пустынные земли оставались малонаселенными. Но сейчас все может измениться. На этот счет имеются амбициозные планы. Перед нами Харгос, крупнейший сухой порт в Центральной Азии. Он построен в Казахстане недалеко от китайской границы, в сотнях километров от ближайшего города. Одни говорят, что он в корне изменит ситуацию в мировой торговле. Другие считают, что это гигантская авантюра. Цель проекта – создать новый торговый путь с востока на запад. Товары вроде новейших компьютеров быстрее попадут из Китая в Европу по суше. Называется проект «Новый шелковый путь». Это его главный транспортный узел. Здесь была пустыня. А сегодня это как уазис пустыни. И когда руководство приехало, его так колышек просто поставило и сказало, мы здесь будем строить сухой порт, никто не верил. Вопрос в том, надежны ли эти инвестиции. Многие говорят, что не слишком. Все это довольно рискованно. Вполне возможно, что в виде прибыли удастся вернуть лишь малую часть вложенных денег. Жаслан Хамзин – директор сухого порта. Всю жизнь он проработал на казахской железной дороге и за новый проект взялся почти с миссионерским рвением. Мне 34 года. Мне предложили поехать на Харгос, то есть сюда. Я даже долго не думая согласился. Приехав сюда, ты являешься одним из первых руководителей. И ты можешь оставить своему поколению, скажем так, что-то после себя. Идея проста. В сухопутном порту узкоколейная железная дорога из Китая встречается с ширококолейной. По ней грузы пересекают бывшие территории Советского Союза. Краны переносят контейнеры с китайского поезда на казахский. Казахский поезд трогается. Этот состав везет машинное оборудование, автозапчасти и ткани в Узбекистан. Другие поезда направляются в Европу. Правительство Казахстана рассчитывает подстроить свою экономику под нужды коммунистического Китая. Хамзин считает себя первопроходцем на новом рубеже. Я патриот Казахстана. Я люблю свой Казахстан. Нужно быть гордым человеком, нужно быть счастливым человеком, оказавшись здесь, оказавшись далеки от дома, далеки от друзей, от родственников. Это мой ребенок. Я всегда это сравниваю. Может, это смешно, но это явно показывает сразу картину общую. Харгос – ведущий проект официальной китайской инициативы «Экономический пояс шелкового пути». Сейчас большая часть китайского экспорта доставляется по морю. Новый маршрут позволит сократить путь до Европы и России, а также станет более дешевым путем к рынкам в Центральной Азии. Эта инициатива является ключевой для мировых амбиций Китая. Привлекательность денег из Китая очевидна. Впрочем, Том Миллер, автор книги «Азиатская мечта Китая», делает важную оговорку. Китай как бы говорит менее развитым странам у своих границ. «Я могу вам помочь. Это взаимовыгодное предложение. Будет хорошо и вам, и нам». Однако за этой экономикой стоят очевидные геополитические интересы. Если Китай построит инфраструктуру в этих странах, то они неизбежно войдут в его орбиту. Таким образом, Китай получит инструмент для реализации своей геополитической задачи – стать самой мощной страной в своем регионе. Как бы то ни было, масштабные политические проекты меняют жизнь обычных людей. Мурад Жалдасов приехал сюда с северо-востока страны. «Было тяжеловато сначала. Привыкать было трудно. Погодные условия другие, чем там у нас. Здесь тепло ведь, а у нас там холодно. Каждый день ветер, буран. Здесь в самом начале даже заболел с непривычки». Работать сюда съезжаются со всей страны. Мурад живет здесь с женой и двумя детьми. Решение переехать стало одним из важнейших в его жизни. Но он говорит, что не жалеет. «У этого места есть будущее, большое будущее. Поэтому мы сюда и приехали. Знаете, с каждым днем работы прибавляется. Контейнеры приходят из Китая, поезда идут». Первый грузовой состав прибыл в Харгос в июле 2015 года. В нем было всего 30 вагонов. Теперь поезда в три раза длиннее. Некоторые почти километр длиной. В 2016 году через порт прошло более 25 тысяч контейнеров. В 2017-м почти вдвое больше. В данный момент мы оперируем, получается, перегружаем в день, в сутки 5-6 контейнерных поездов. В планах у нас перегружать более 10 контейнерных поездов в сутки. Если морем, морем шли мы, допустим, 50-60 дней, да, грузы доставлялись. Сегодня через Казахстан, транзитом через Казахстан, грузы доставляются за 14 дней. Авторы проекта «Новый шелковый путь» вдохновлялись древней караванной дорогой, связывавшей Китай с Европой через пустыни и степи Центральной Азии. Тогда с востока в королевские дворы Европы и России везли ткани, слоновую кость и пряности. Однако с развитием морской торговли с Китаем в 18 веке прежние сухопутные маршруты оказались не нужны и превратились в легенды. С тех пор этот регион оставался захолустем на задворках Российской империи. Сейчас в сухом порту кипит жизнь. Рядом планируют построить фабрики и складские помещения. Для рабочих строится новый город – Нуркент, названный так в честь казахского президента Нурсултана Назарбаева. Его портрет украшают местные улицы. Добро пожаловать на церемонию вручения ключей от новых квартир. Жилье выдают бесплатно, чтобы привлечь людей в этот отдаленный регион. По плану в Нуркенте будут жить 100 тысяч человек. Пока сюда приехали только 3 тысячи. Но сегодня встречают следующую порцию новоселов. Я прожила здесь 40 лет. Здесь была только пустыня. А теперь построили красивые здания. Теперь здесь город. Это, я считаю, благодаря нашему президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Однако не у всех присутствующих есть повод для радости. Эти женщины утверждают, что некоторые, благодаря личным связям с чиновниками, получают квартиры вне очереди. Я требую квартиру, которую заслуживаю по праву. Я столько проработала. По какому праву вы говорите? 11 человек было представлено вами на получение квартир, но они были же за нами в списке. Они говорят, что, вступая в конфликт с администрацией, рискуют потерять работу в местном детском саду. Но женщины не отстают. Я запишу ваши фамилии сейчас. По приезду в областной центр я запрошу все бумаги снова, а вы не плачьте, возьмите себя в руки. Мы все это выясним. Не стоит огорчаться. Если вы чуть потерпите, как я уже говорил перед этим, на следующий год точно таких же два дома будет построено. Но я не могу ждать. Деньги были выделены. До конца следующего года дома будут сданы. Но если выяснится, что были манипуляции со списком, мы примем меры. Мы не смогли установить, насколько обоснованы эти претензии. Однако в Казахстане такие конфликты не редкость. Пообещав разобраться, чиновник торопливо уезжает. Развитие этого региона – один из самых важных и престижных проектов для Казахстана. Отсюда должны поступать только хорошие новости. Напротив жилых домов благосклонная улыбка президента Назарбаева на плакате около недавно открытой школы. Продолжение следует... Учительница Жулдыс Найманбаева – жена Мурата, коновщика из Сухого порта. Жулдыс родилась в этом районе, но уехала еще в детстве. Раньше здесь царила бедность, и местным жителям приходилось искать работу в других районах. Теперь, рассказывает Жулдыс, все наоборот. У нас в школе более 500 школьников, и это число растет изо дня в день. Здесь открылась железнодорожная станция, и теперь школьники из разных уголков Казахстана учатся у нас, потому что их родители сюда направляют работать как специалистов. Едут отовсюду, а потому и детвора у нас из разных мест. Некоторые родители работают на железной дороге, а также в Харгосе здесь, на таможне, на границе работают. У правительства большие планы, в том числе и относительно Нуркента. Однако пока они, по большей части, на бумаге. Сейчас город больше похож на призрак. На рынок Жулдыс и Мурат едут в соседний Жаркент в 20 километрах. Да, у нас там тоже есть магазин в Нуркенте. Продают товары ежедневной необходимости. Там, в нашем центре, но это не так, как здесь. А как часто вы приезжаете в Жаркент? Ну, когда зарплату получаем, когда можно развлечься. А в Нуркенте есть место, где можно развлечься? Нет пока. Но думаю, в плане есть, так как там сейчас все расстраивается. Я думаю, в будущем все будет. Но пока такого нет. А кто дома более разговорчив? Вы или Мурат? Ну, наверное, я, потому что я учитель. В советское время Жаркент назывался Панфилов. Историческое название городу вернули, когда Казахстан получил независимость. Сейчас это торговый центр всего региона. Но в будущем ему, возможно, придется сражаться за этот статус. В 30 километрах отсюда находится зона свободной торговли между Казахстаном и Китаем. Она расположена прямо на границе. Однако стороны здесь не совсем равны. В пустыне на китайской стороне вырос город на 200 тысяч жителей. Достижения Казахстана куда скромнее. Сейчас здесь построено только два небольших торговых центра. Но в планах специальная экономическая зона – СЭЗ с роскошными отелями, базами отдыха и даже скачками. Ну это будет самая-самая-самая такая интересная СЭЗ во всем, наверное, постсоветском пространстве в СНГ. Налогов ноль, таможенных пошлин ноль. Полная стимуляция для экспорта товаров и услуг для китайского потребителя. То есть это позволит снизить цены и в то же время даст привлекательность для наших производителей. Ну это город, фактически это город. В Казахском торговом центре можно купить товары из России, Украины и других стран. Грузы по новому шелковому пути идут не только на запад, но и на восток. Впрочем, посетителей сейчас немного. Продавцы заскучали. Я с Алматы приехала сюда два месяца назад. Раньше я училась, получается, в Алматы. Закончила вуз, высшее образование. И, получается, каким-то образом попалась, да. Наши коллеги здесь в основном китайцы есть. И мы сейчас учим китайский. Пока особо не получается, но стараемся. Казахские покупатели, которые возвращаются из Китая, являют собой совсем другую картину. В основном они покупают дешевые товары, чтобы перепродать с выгодой. В месяц можно беспошлино ввозить до 50 килограмм. Однако многим явно удается провести гораздо больше. Нам говорили, что таможенники смотрят на это сквозь пальцы за процент от прибыли. Но особенно больше коррупции в таможне. И среди таможня, конечно, часто мы напоминаем, как говорится, слово «харгос». Не раз, скажем, каждые 5-6 лет там уже открывается большой преступной группы, которые имеют отношение к государственным структурам, таможням, руководителям таможенного. И мне до сих пор непонятно, почему мы до сих пор не можем обуздать коррупцией, скажем, на таможне. В 2014 году суд приговорил 45 сотрудников таможни и чиновников к различным тюремным срокам за участие в контрабандных схемах. Это стало самым крупным коррупционным делом в истории Казахстана. В сентябре 2016 года казахские медиа сообщили об аресте главы специальной экономической зоны Василия Ни. Однако до тюремного срока дело не дошло. За взятку колоссального размера казахстанского коррупционера не посадят в тюрьму. Это решение вызвало скандал в Казахстане. Многие связывали его с тем, что Ни – племянник старого друга президента Назарбаева. Преемника Ни вопрос о коррупции явно смущает. Не, ну это такая... Проблемы существуют во всем мире. Да, не надо там как-то, что это только на этой территории происходит. Это системные проблемы, они, то есть, решаются очень просто. Да, нужно придерживаться законодательства, делать его максимально прозрачным. То есть для того, чтобы исчезла коррупция, людям должно быть выгодно это. То есть им должно быть выгодно жить честно. Неподалеку от офиса Джазина его проекты реализуются на практике. Гастарбайтеры из Китая строят базу отдыха. В Центральной Азии вдоль Шелкового пути китайцы встречаются часто, но не в Казахстане, где для них введены строгие визовые нормы и количество прибывающих рабочих строго контролируется. Озвученный ранее совместный план по переносу в Казахстан 50 китайских предприятий пока не реализован. В июне 2017 года президент Назарбаев заявил, что экономическая судьба страны тесно связана с Китаем. Однако эксперты отмечают, что Назарбаев действует очень осторожно, потому что среди обычных казахов сильны антикитайские настроения. Здесь это воспринимается как так называемая «желтая угроза». Они боятся, что сюда придет китайский бизнес и отнимет рабочие места. Китай все-таки гораздо крупнее Казахстана, так что люди здесь росли в страхе перед Китаем, воспринимали его как угрозу. Эти настроения проявились в 2016 году, когда люди вышли на демонстрации против земельной реформы, опасаясь, что она позволит китайцам покупать землю в Казахстане. Открытые протесты – редкое явление в Казахстане. Эта волна стала крупнейшей с момента обретения независимости. Сотни людей были арестованы. У таких, как и малых парней, девушек, сестер там много было. Мы вышли, чтобы высказать свое мнение, что такого нельзя допускать, что землю продавать нельзя. Но, как казахи говорят, землю – огромную территорию для нас. Отстояли наши предки от внешних угроз. Тогда Берику Тастану было 19 лет. Он учился на медика. Он впервые принял участие в протестах и мгновенно прославился на всю страну, когда фотография его задержания стала популярной в социальных сетях. Четверо их было. Они мне приподняли и потащили к машине. А голова моя была направлена вниз. Чтобы узнать, куда они меня тащат, я поднял голову. Потом эта фотография появилась в Фейсбуке, ВКонтакте. Люди начали ее обсуждать и говорить, что этот парень – герой. Как и большинство других задержанных, Тастан вскоре вышел на свободу. С тех пор он женился. На жизнь зарабатывает ремонтом квартир. Правительство отложило реформу до лучших времен. И жизнь вернулась в привычное русло. Однако Тастан говорит, что мог бы снова выйти на улицы. Если ситуация повторится, если вопрос о продаже земли возникнет, и китайцы начнут свободно входить в страну, строятся воды, и если я замечу, что их действия наносят нам вред, я в обязательном порядке выскажу свое гражданское мнение. Из Алматы до Харгоса можно доехать по новой автомагистрали «Россия-Казахстан-Китай». Новая дорога протянется от города Лянь-Юньган на побережье Желтого моря до Петербурга. Этот участок официально еще не открыт, но по нему все равно ездят. Проселочные дороги вокруг Харгоса не такие ровные. Современная глобальная экономика меняет многое, но не все. Проселочные дороги Проселочные дороги Шестилетний Назерке нравится смотреть, как работает дедушка. В советские времена жумгали Желдоспаев был в колхозе водителем трактора. Незадолго до распада СССР он воспользовался возможностью и купил землю. Я всю свою жизнь здесь, с самого рождения, в поселке родился и работал всегда. Здесь, конечно, большие изменения произошли. Вот уже 28 лет Желдоспаев выращивает кукурузу и пшеницу. Новые веяния дают новые возможности. У нас частное предприятие, частное хозяйство, 9 гектаров земли. Скот тоже есть. Дети мои работают в охране в сухом порту. Я тоже работаю охранником на железной дороге. Вот сейчас все строится. Мы о таком раньше и думать не могли. Дополнительный доход всегда кстати. Однако сельское хозяйство остается главным семейным делом. В прошлом году он завел скот. В этом построил хлев. И рассчитывает, что эти инвестиции себя оправдают. Рабочие, которые трудятся там, покупают наше мясо. Люди из разных концов Казахстана приехали сюда на работу. Наше мясо поступает в местный магазин. И они там его покупают. В Харгос тем временем прибывает еще один состав из Китая. Желудоспаев не единственный, кто делает ставку на успех нового проекта в мурно развивающемся регионе. Сейчас рост во многом обеспечивается щедрыми субсидиями из Китая. Однако в будущем они, вероятно, сократятся. И железнодорожному транзиту придется непросто в конкурентной борьбе. Большие оптовые грузы гораздо дешевле перевозить море. Не тяжелые премиальные можно доставлять по воздуху. Однако есть некий коммерческий смысл перевозить по железной дороге не самые премиальные, но и не дешевые крупные грузы. Вопрос только в том, хватит ли их для того, чтобы окупилось строительство новой железной дороги и все эти новые составы. Есть понимание, кто не рискует, тот не пьет шампанское, да, как говорится. Мы рискнули, китайцы рискнули. Но я думаю, риск себя оправдает. Клиенты будут в очередь становиться. Я очень в это надеюсь и очень в это верю. В презентациях этот регион Казахстана называют Новым Дубаем. Пока это скорее мечта, чем реальность. Но чем активнее строится новый шелковый путь, тем больше меняется этот регион. Редактор субтитров А.Семкин